Победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря самоотверженности всего народа. Фронтовые успехи имели в своей основе отличное снабжение техникой, боеприпасами, продовольствием. Всё это производилось в тылу. Потому будет верным сказать, что труженики тыла выковали победу. Недаром сороковые пороховые поэтически называют эпохой бессмертия. Не только на передовой, но и в глубоком тылу было совершено множество подвигов трудовых. Всё для фронта, всё для победы. Эти слова стали для всех руководством к действию. Об этом хорошо помнят в прибрежном сельском поселении, где находится агрофирма «Садгигант». Работники которой внесли свой весомый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. И потому здесь решили увековечить подвиг тружеников, тыла и детей войны, установив памятные знаки. Мы помним о тех, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасения Родины. Кто своим героическим трудом в тылу приближал великую победу. Кто поднимал страну из руин после войны. Это день нашей общей памяти. Это день великого подвига. Наступил самый торжественный момент. Открытие знаков. Глава Славянского района принял участие в этой церемонии. Затем он выступил перед собравшимся. Труженики тыла, женщины, старики и дети. Люди разных национальностей, разных профессий. Они несли тяжёлую ношу военного времени. Так же, как и солдаты, сражавшиеся на войне. Каждый день рядом с мемориалом будут проходить люди. Будут останавливаться возле памятника. Подводить сюда детей и внуков. Вместе вспоминать героев войны. Тружеников тыла, детей войны. Скорбить, благодарить, гордиться. Память военных лет живёт в юных сердцах. И она диктует молодёжи самые возвышенные слова. Пусть не будет войны никогда. Пусть спокойно уснут города. Пусть сирены пронзительный вой. Не звучит больше над головой. Ни один пусть не рвётся снаряд. Ни один не строчит автомат. Оглашают пусть наши леса. Только птиц и детей голоса. Пусть спокойно проходят года. Пусть не будет войны никогда. Затем состоялось возложение венков и цветов к обелиску павшим воинам и к открытым памятным знакам. Возложили цветы и местные труженики тыла и дети войны. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». «Опчеки» 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 Продолжение следует...